На вопрос, в силе школы распахнут свои двери 1 сентября, начальник управления образования города отвечает однозначно. Все. Серьезных нарушений в ходе проверки нет. Если там у кого-то 2 метра от мозги останется положить, я думаю, что это не страшно. Из 85 образовательных учреждений Оренбурга 49 приемная комиссия сочла полностью соответствующими всем предусмотренным стандартам. В этом году на реконструкцию и ремонт школы израсходовано 164 миллиона бюджетных рублей. Самые большие объемы вложений получили 4-й лицей и 25-я школа. По каким-то позициям управление образования взаимодействует с родителями. Мы продолжаем совместно с родителями установку видеонаблюдения в 30 школах. Мы продолжаем работу в рамках обеспечения безопасности установку турникетов. Уграничение доступа это пока немного. Всего лишь 7 образовательных учреждений. Но из года в год их 1-2 прибавляется. Четкий регламент, установленный для внешнего вида учеников, вызывает законный вопрос, будет ли введена школьная форма и для учителей. Тем более, что еще в 2011 году появилось соответствующее распоряжение с рекомендациями для педагогов. Школьная форма для учителей введена не будет. Но работу по введению некоторых ограничений мы будем продолжать. Потому что я считаю, что если мы требуем, чтобы ученик у нас не приходил в джинсах, учитель ни в коем случае не должен приходить в школу в джинсах. 1 сентября, когда дети идут в школу, традиционно стартует месячник безопасности дорожного движения. Водители призывают быть максимально внимательными, а детей – осторожными. В этой связи обращается Нина Гордеева и к родителям. Родители, мы с вами готовим детей в школу. Пожалуйста, повторите с ними правила дорожного движения. Нам помогут работники ГАИ, но это очень серьезный вопрос. Еще хотелось бы обратиться, уважаемые родители, если у вас есть какие-то вопросы по комплектованию учителей, по комплектованию учебников, первым нужно задать этот вопрос директору школы и затем уже пойти в управление образования, если вам вдруг не помогли. Ольга Курганская, Игорь Бероев, Новости дня.